Молодежные парламенты – горячий резерв всего российского парламентаризма. Именно поэтому так важно, чтобы выборы в эти структуры проходили в полном соответствии с действующими в стране избирательными нормами и правилами. Щепетильное отношение к закону должно быть неотъемлемым качеством будущих депутатов молодежных советов. Открылись мы в 12 часов, закроемся в 19 часов. Также, если вы вернете назад, видите все нормативные документы, которые мы повесили в копии формата А3. На данный момент сейчас проголосовало у нас, если мы посчитаем сейчас выездную урну, где-то 70 человек. Все по-взрослому. Помещение избирательного участка, урны для голосования, наблюдатели – процесс максимально приближен к самым настоящим выборам. Профессионалы подтверждают – за день не зафиксировано ни одного нарушения. Мне кажется, это достаточно важно для всех, и, кстати говоря, в том числе и не только для избирателей, не только для претендентов, но и для организаторов этого процесса. Потому что, например, молодежная избирательная комиссия, которая у нас, молодежная территориальная избирательная комиссия Одинцовского района, она, ну, собственно говоря, является таким кадровым резервом, и это те люди, которые там завтра-послезавтра будут организовать взрослые выборы. Проголосовать за кандидатов в молодежный парламент могли жители Одинцовского района в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого был необходим только паспорт. Точно такая же процедура в этот день проводилась в 53 муниципалитетах Московской области. Единый день голосования в молодежные парламенты проводился в нашем регионе впервые. И внимание к этому событию было самым пристальным. От молодых парламентариев нового созыва ждут многого. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы наш район постоянно развивался, шел вперед, шел со временем, с новым временем в ногу. Поэтому, конечно, нам очень нужен такой молодые, активные, задорные и, конечно, очень талантливые молодые люди. Чем раньше ребята и девушки начнут постигать все особенности управления нашими территориями, тем лучше. И вот те принципы, которые здесь на выборах проходят, то есть есть такая полная демократия, открытость. Я считаю, что это очень хорошо, что все так организовано и с самого начала прививается высокая культура выборного процесса. В полном соответствии с обычными выборами к вечеру голосование пошло более оживленно. У ребят закончился учебный день и они потянулись на избирательный участок. В молодежный парламент района войдет 15 человек. 10 членов будут избраны в ходе прямого голосования. Еще пятерых парламентариев от общественных организаций утвердит районный совет депутатов. Очень хорошо, что сегодня есть конкуренция. Мы, как бы в нашей команде идет 14 наших кандидатов, которые достойные ребята. Ну и с других, других тоже ребят мы всех не знаем. Знаем там с Одинцовского молодежного центра, с волонтерского движения Один Волл ребята баллотируются. Увидимся все на первом заседании молодежного парламента, где будут оглашены лучшие ребята и уже будет избираться председатель молодежного парламента. В общей сложности в голосовании приняло участие около 200 молодых людей. Официально новый состав молодежного парламента района будет утвержден на специальном собрании, которое должно пройти уже в начале следующей недели. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.